Всем привет! Вы на канале Workout. С вами Ольга Миневич. И сегодня я готова поделиться с вами радостной новостью. Я в положении. И сегодня я расскажу вам много интересных советов и лайфхаков о питании во время беременности. Сегодня я поделюсь простейшими рецептами моих любимых сладостей, которые позволяют мне во время беременности питаться вкусно, сбалансированно и не набирать лишнее кило. А начнем мы с запеканки. Для начала нам понадобится 5 яиц. Мы их хорошо взбиваем вместе с творогом. Творога нам понадобится 600 грамм 5%. Я не рекомендую вам брать очень жирный творог. Также нам понадобится творог мягкий 150-200 грамм. У меня получилась упаковка 200 грамм. Все это вместе мы смешиваем с манкой 4 столовые ложки и хорошенько все взбиваем. Будем выпекать запеканку 40 минут при 180 градусах. Хочу обратить ваше внимание, что в моих рецептах нет сахара. Я вообще всем рекомендую не есть сахар, но беременным особое внимание нужно уделить этому моменту. Потому что во время беременности до 25 недели у ребенка формируется поджелудочная железа. И даже когда вы съедаете маленькую конфетку, у ребеночка происходит выброс инсулина очень сильный. И это плохо для малыша. Поэтому я рекомендую, если вам очень уже захотелось сладкого, кушайте фрукты и сухофрукты. В день можно съедать 600 грамм фруктов и 30 грамм сухофруктов. Очень часто беременная женщина мучается от изжоги. Это связано с физиологическими особенностями. Вы можете себе помочь с помощью препаратов, которые вам посоветует гинеколог. Но совет от меня, вы можете исключить определенные продукты. Такие как кислые фрукты и овощи, крепкие бульоны, жирные сорта мяса и рыбы, острые приправы и пряности, кислые маринады, солености и копчености, хлебобулочные изделия и сладости, алкоголь в любом проявлении, кофе, крепкий черный чай, газировки и фастфуд. Одним из таких продуктов, который вызывает изжогу, еще является жирный творог. Поэтому берем до 5%. Его мы использовали в запеканку. И сейчас еще нам понадобится он для гречневого печенья. Давайте приготовим его. Берем творог 5% 600 грамм и смешиваем вместе с гречневой мукой 100-150 грамм. К этому добавляем кокосовое масло, 120 грамм. Раскатываем это тесто, оно не должно быть липким. Печенье будем посыпать кунжутом, кокосовой стружкой и лепестками миндаля. Еще не забудьте добавить в тесто щепотку соли. Посмотрите, какое симпатичное печенье у нас получилось. Лайфхак от меня. Сделайте такого теста побольше и оставьте в морозетке. Когда вам захочется очень чего-то вкусненького, то вы его раскатаете, и получится у вас через 20 минут такое вкусное печенье. Выпекаем печенье 20 минут при 180 градусах. Во время беременности очень часто боятся набрать лишние килограммы. И я вам дам пару советов, чтобы это избежать. Не стоит употреблять сладости, мучное или фастфуд. Придерживайтесь просто правильного питания, сбалансированного. Кушайте не за двоих, а для двоих. Это очень важно, потому что вы сейчас несете ответственность не только за себя, но и за вкусовые привычки вашего ребенка. Это очень важно. Вы уже сейчас можете привить ему правильное сбалансированное питание. Мне было довольно просто питание во время беременности, просто потому что я до этого правильно питалась. Но сейчас я еще стала строже к себе относиться. Я исключила вообще весь сахар. Это не значит, что вы не должны ничего кушать или сидеть на какой-то жесткой диете. Это не так. Вы должны кушать хорошо, сбалансированно. В первом триместре будете питаться так же, как и до беременности. У нас колораж не увеличивается. Но уже после первого триместра, когда идет второй, увеличивается примерно на один прием пищи и питания до 200-300 калорий. Вы можете разделить это между всеми приемами пищи или просто добавить один прием пищи. На третьем триместре большую порцию вы не сможете съесть, поэтому я предлагаю завтрак, обед, ужин просто разделить на несколько порций. Так вам будет намного комфортнее. Чтобы вам было проще и нагляднее, я расскажу про свой рацион. Перед завтраком я выпиваю стакан воды. Завтракаю я всегда сложными углеводами. Это может быть овсянка, гречка. То, что вы любите, любую кашу вы можете использовать. Примерно 60-70 грамм. Добавляю в овсянку фрукты, сухофрукты. Ну, что мне нравится, чтобы она была сладкая. Вы можете не сладкую кашу есть, а, например, с яйцом и добавить щепотку соли. Это, в принципе, неважно. Обязательно кушайте белок. Я ем, например, вареное яйцо. То есть у вас завтрак должен состоять из сложных углеводов и белка. В кашу обязательно добавляем масло. Это будут наши жиры. Вот у вас уже сбалансированный завтрак готов. Чай и кофе вы можете выбрать, что вы хотите. Но помните в моем совете о изжоге. Что если оно у вас есть, то исключите крепкий чай и кофе. Переходим к обеду. Тоже сложные углеводы. Т, это может быть гречка, макароны твердых сортов, перловка, мясо, рыба. Это будет белок. И добавляем овощи вместе с маслом. Клетчатка, сложные углеводы и жиры с белком. Все у нас тоже сбалансировано. И после такого обеда вы никогда не захочете что-то съесть лишнее, сладенькое. Потому что вы все микро-макроэлементы получили с такого обеда. И на ужин всегда кушаем салат с маслом, рыбу или мясом. Лучше всего кушать рыбу. Потому что рыба примерно переваривается за час. А курица 2,5 часа. Говядина вообще переваривается около 5-6 часов. Поэтому на ночь, конечно, говядину я не рекомендую кушать. Я обычно ем треску или семгу. И то же самое у вас сбалансированный ужин. Это белок, жиры и клетчатка. Конечно, я еще использую перекусы. Потому что до обеда дождаться я не могу. Мне очень голодно, мне хочется кушать. Перекусы я использую белковые. Это может быть омлет, творожную запеканку, которую мы сегодня приготовили. Или, например, печенье. Оно очень питательное, вкусное. И это печенье просто удобно взять с собой. Норма набора для беременной женщины примерно от 8 до 14 килограмм. В первом триместре, первые три месяца, вы не должны практически не набрать веса. Это говорю не я вам, а вам скажут, что это любой гинеколог. Второй триместр примерно женщина будет набирать 5-6 килограмм. В последнем триместре сильный набор веса не будет. Будет уже, может быть, набираться килограммы от отечности. Но вы можете тоже за этим следить и питаться правильно, чтобы отеков не было. Ни в коем случае нельзя сидеть ни на каких диетах. Но вы должны придерживаться правильного питания и не позволять себе лишнего. Потому что сладости и мучное никакой пользы не принесут ни вам, ни вашему ребенку. Вы сейчас будете ответственны не только за себя, но и за малыша. Все получилось очень вкусно и даже без сахара. Поэтому прививайте себе правильные пищевые привычки. Готовьте и пишите в комментариях, понравилось ли вам. С вами была Оля. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok